Тема нашего сегодняшнего занятия – скорость химической реакции и ее зависимость от различных факторов. Наука, изучающая закономерности протекания химической реакции во времени, механизмы химической реакции, а также фактор, влияющий на скорость химической реакции, называется химическая кинетика. Давайте с вами рассмотрим пример взаимодействия некоторого вещества А с веществом В. И на оси координат по игрок отложим энергию этой реакции, а на оси х координаты реакции. Для того, чтобы образовался продукт В, исходное вещество А и В должны преодолеть определенный энергетический барьер. Это положение характеризуется своим значением энергии активации, то есть на вершине кривой показано переходное состояние. Здесь еще нет вещества В, но уже нет вещества А и В. Это состояние существует очень короткое время, после чего уже образуется продукт вещества В. Если значение энергии активации мало, то скорость реакции будет высокой. Если значение энергии активации большое, то реакция будет протекать медленно. Известно, что некоторые химические реакции протекают очень быстро, например, реакции, сопровождающиеся взрывом, а разрушение, например, горных пород или образование глины, они протекают очень медленно. Одной реакции требуется для завершения микросекунды, а другой – миллионы лет. Почему так? Термодинамика на это ответить не смогла, а вот химическая кинетика, она учитывает время скорости, она на этот вопрос смогла ответить. Что же такое скорость химической реакции? Количественной характеристикой быстроты протекания химической реакции является скорость химической реакции, которая обозначается в латинской букве «В». Это изменение количества одного из реагирующих веществ в единицу времени в единице реакционного пространства. Знак «плюс» – если изменение числа моли относится к продуктам реакции, знак «минус» – если мы отслеживаем изменение числа моли исходных веществ. В зависимости от области протекания химической реакции различают гетерогенные и гомогенные реакции. Если мы рассматриваем скорость для гомогенной химической реакции, то можем сказать, что скорость равна изменению концентрации веществ в единицу времени. Примером гомогенной реакции может служить реакция взаимодействия водорода и хлора. Гетерогенные реакции, когда химическая реакция происходит на границе раздела фаз, определение скорости химической реакции связано с условиями ее проведения. Если мы с вами рассматриваем скорость для гомогенной реакции, то она определяется как изменение концентрации вещества в единицу времени и измеряется моль на литр. Пример представлен внизу взаимодействия молекулы водорода и хлора под действием света. Эта реакция происходит во всем объеме газовой фазы. Если же у нас гетерогенная реакция, для гетерогенной реакции скорость определяется изменением количества вещества в единицу времени на единицу реакционной поверхности, примером может служить взаимодействие мрамора с раствором соляной кислоты, который протекает на поверхности мрамора. На скорость химической реакции оказывают влияние различные факторы. Это и природа реагирующих веществ, площадь поверхности соприкосновений реагирующих веществ, концентрация реагирующих веществ, температура, давление и катализатор. Рассмотрим каждый из факторов более подробно. На скорость химической реакции при прочих ранних условиях оказывают влияние химические свойства, то есть природа реагирующих веществ. Более активные вещества имеют более низкую энергию активации и значительно легче вступают в химические реакции. Менее активные вещества будут обладать более высоким значением энергии активации или активационным барьером и медленнее вступают в реакцию. Например, взаимодействие металлов с водой. Активные металлы, такие как литий, натрий, калий, кальций, алюминий реагируют с водой. Реакция протекает при обычных условиях, образуется основание и выделяется водород. Металлы, имеющие среднюю активность, стоящие в ряду активности до водорода, магний, железо, никель, цинк реагируют с водой, с парообразной водой, то есть реакция протекает при нагревании. При этом образуется оксид металла и водород. Металл, уже стоящий в ряду активности после водорода, медь, золото, серебро, они с водой не реагируют. Если мы вернемся с вами к активным металлам и будем рассматривать, например, литий и калий, то здесь нужно еще учитывать размер атома. То есть у нас взаимодействовать с водой будет быстрее калий. Также, если мы будем брать, например, среднюю активность магний и его взаимодействие с серной кислотой или, например, с уксусной кислотой, то, естественно, взаимодействие с серной кислотой будет протекать быстрее, поскольку она сильнее по сравнению с уксусной слабой кислотой. То есть здесь происходит зависимость, рассматривается зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ. Следующий фактор. Если речь идет о гетерогенном процессе, то чем больше степень измельчения вещества, тем больше площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ и, соответственно, больше скорость реакции. Например, если мы с вами бросим кусочек сахара в чай или ложку сахарного песка в той же массе, то, естественно, что больше площадь соприкосновения и сахар в измельченном виде растворится быстрее. То же самое и с порошкообразным цинком. Он быстрее растворяется в кислоте, чем гранулированный цинк в такой же массе. В промышленности для увеличения площади поверхности реагирующих веществ используют метод кипящего слоя. Например, при производстве серной кислоты методом кипящего слоя производит обжиг колчедана. Чтобы понять, как на скорость химической реакции влияет концентрация исходных веществ, например, для реакции взаимодействия зависимость скорости концентрации реагирующих веществ влияет концентрация исходных веществ. Здесь воспользуемся законом действующих масс, который гласит, что скорость химической реакции прям пропорциональна произведению концентрации реагирующих веществ в степенях их стихиметрических коэффициентов. На слайде представлена условная реакция обмена. Вещество А взаимодействует с веществом В и образуется какое-то вещество С и Д. То скорость прямой реакции описывается как константа скорости реакции, умноженная на концентрацию вещества А в степени А и на концентрацию вещества В в степени В. Коэффициент пропорциональности константа скорости реакции. И, например, для реакции взаимодействия азота и водорода скорость химической реакции будет записываться как константа скорости, умноженная на концентрацию азота и на концентрацию водорода в кубе. То есть константа скорости химической реакции показывает, с какой скоростью будут реагировать вещества, если их концентрации равны 1 моль на литр и их произведение равно единице. Например, для реакции взаимодействия оксида азота с газообразным хлором скорость прямой реакции будет записываться как константы скорости реакции, умноженной на концентрацию оксида азота в квадрате и на концентрацию хлора. Константы скорости химической реакции зависят от температуры и не зависят от концентрации реагирующих веществ. В законе действующих масс не учитываются концентрации твердых веществ, поскольку они реагируют, как правило, на поверхности, и количество реагирующих частиц на единицу поверхности при этом не меняется. Скорость химической реакции зависит от температуры. С увеличением температуры скорость химической реакции увеличивается. Чтобы оценить это количественно, пользуется эмпирическим правилом Вангофа, который гласит, что при повышении температуры на каждые 2-10 градусов скорость большинства химических реакций изменяется в 2-4 раза. Это записано выражением отношения скорости реакции при температуре Т2 к скорости реакции при температуре Т1. Это температурный коэффициент в степени Т2-Т1 деленное на 10 или Дельта Т деленное на 10. Обратите внимание, что данное правило работает для всех химических реакций, то есть и для экзотермических, и для эндотермических. Скорость реакции не зависит от теплового эффекта. Для газов концентрация напрямую зависит от давления, то есть с повышением давления увеличивается концентрация газа. Математическое выражение этой зависимости для идеального газа является уравнением Делеева и Клапирона. Таким образом, если среди реагентов есть газообразное вещество, то при повышении давления скорость химической реакции увеличивается, а при понижении давления уменьшается. Давайте с вами рассмотрим пример, как изменится скорость реакции сплавления изгости с оксидом кремния при повышении давления. То есть у нас здесь взаимодействуют какие вещества? В реакции не участвуют газы, то есть карбонат, кальций у нас твердая соль, нерастворимая в воде, и оксид кремний также твердое вещество, а газ у нас только в продуктах реакции, то есть давление не оказывает влияние на скорость прямой реакции. Еще один способ увеличения скорости химической реакции – это направить ее по другому пути. Например, прямое взаимодействие вещества А и вещества В можно представить как серию реакций, когда вещества А взаимодействуют с веществом К, а в дальнейшем уже этот продукт реакции взаимодействует с веществом В и образуются те продукты, которые изначально были запланированы. Вещество К не расходуется в ходе реакции, и при взаимодействии вещества А с веществом К энергия намного ниже. Вещество К при взаимодействии требует гораздо меньше затрат энергии, более низкий активационный барьер, и реакция в таких условиях протекает быстрее, чем прямая реакция. Поэтому вещества, которые меняют скорость химической реакции, но сами при этом не расходуются, называются катализаторы. Про приведение реакции в присутствии катализатора увеличивается скорость химической реакции, но также она может протекать при более низкой температуре. Еще раз, катализатор – это химические вещества, участвующие в химической реакции, изменяющие ее скорость и направление, но не расходующиеся в ходе реакции. По окончании реакции они изменяются ни по количеству, ни по составу. На слайде представлены два примера реакции окисления аммиака. При обычных условиях образуются азот и вода, а в присутствии катализатора аммиак окисляется до оксида азота двухвалентного и воды. Процесс изменения скорости реакции при взаимодействии с катализатором называется катализом. По фазовому состоянию различают гомогенный и гетерогенный катализ. Гомогенный катализ, когда реагирующие вещества и катализаторы находятся в одной фазе, это газ или раствор, типичными гомогенными катализаторами являются кислоты и основания, органические амины, и гетерогенный катализ, когда реагирующие вещества и катализаторы находятся в разных фазах. Это твердое вещество, поэтому важным требованием для катализаторов является большая площадь поверхности. Это их отличает также высокая пористость, которая увеличивает площадь поверхности катализатора. Катализатор не только удерживает направление и удешевляет производственные процессы, но вносит вклад в охрану окружающей среды. Современные автомобили снабжены каталитическими устройствами, внутри которых находятся керамические ячейки, носители катализатора платины и лиродия, проходя через которые вредные вещества превращаются в углекислый газ, азот и воду. Катализатор белковой природы играет чрезвычайно важную роль в процессах жизнедеятельности всех живых организмов, и они называются у нас ферментами. Соответственно, катализ такого вида называется ферментативным. Этот вид катализа известен человеку с глубокой древности. Благодаря ферментативным реакциям расщепления органических веществ человек научился печь хлеб, изготавливать сыр. Например, в стиральном порошке у нас также используются ферменты, которые позволяют избавляться от пятен. Для химических процессов важны не только вещества, ускоряющие скорость химической реакции, но и замедляющие их. Однако их не стоит путать с катализаторами. На слайде представлен пример инициирования реакции хлорирования метаном. Для этого необходимо облучение ультрафиолета. Вот здесь вот ультрафиолет, не катализатор. Используется ингибитор. Это вещества, которые замедляют химическую реакцию. Они могут расходоваться в ходе реакции. Чаще всего ингибиторы используют для защиты металлов от коррозии, для защиты окисления топлива, старения полимеров. Давайте с вами сейчас подведем небольшой итог, от каких факторов у нас изменяется скорость химической реакции. Скорость химической реакции – это изменение количества одного из реагирующих веществ в единицу времени, в единице эрекционного пространства. На это влияет природа реагирующих веществ, площадь поверхности соприкосновений реагирующих веществ, концентрация реагирующих веществ, температура, давление и катализатор. Прошу вас сейчас активно работать, отвечать на задания в чате. И наше с вами первое задание. Из предложенного перечня внешних воздействий выбрать все воздействия, которые приводят к увеличению скорости реакции. Реакция взаимодействия метана с кислородом образуется углекислый газ и вода. И предложены следующие факторы. Это увеличение концентрации кислорода, понижение температуры, увеличение концентрации углекислого газа, понижение давления и добавление катализатора. Продолжение следует... Так, уже есть первый ответ. Активнее работаем. Не забываем, что ваша активность в работе будет учитываться в конце вашего прохождения нашего университетского лицея. Продолжение следует... Ну давайте с вами проверять результаты. То есть у нас в реакции для указанных агрегатных состояний реагентов добавление катализатора и увеличение концентрации реагентов будут способствовать повышению скорости химической реакции. Поэтому наши ответы это 1,5, кто ответил правильно, молодцы. Переходим к следующему заданию. Задание 2. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые не влияют на скорость химической реакции. В взаимодействие твердого магния с раствором соляной кислоты, образуется хлорид магния и выделяется водород. И эти воздействия, которые предлагаются к рассмотрению изменения концентрации хлороводородной кислоты, изменения концентрации хлорида магния, изменения температуры, изменения концентрации водорода и изменения степени измельчения магния. Жду ваши ответы в чате. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проверяем правильность ответов, то есть не влияет на скорость данной реакции. Это у нас увеличение концентрации хлорида магния и изменение концентрации водорода. Поскольку водород у нас находится в продуктах реакции, поэтому ответ 2,4 – это изменение концентрации хлорида магния и изменение концентрации водорода. Продолжение следует... 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 Давайте обсудим каждый фактор, влияние каждого фактора отдельно. Какие факторы нужно выбрать, которые приводят к уменьшению скорости химической реакции между хлором и железом? Первое. Увеличение температуры. Правильным ответом не является, потому что с увеличением температуры скорость химической реакции у нас увеличивается. Следующий фактор. Понижение температуры. С уменьшением температуры у нас понизится скорость химической реакции. Третий фактор. Внесение хлора. Увеличение концентрации хлора, газообразного реагента, концентрация газообразного реагента здесь также не будет учитываться. То есть этот вариант нам не подходит. Четвертый. Так как ингибиторы снижают скорость химической реакции, значит, этот вариант тоже мы рассматриваем. И последний. Понижение давления. Так как в этом случае снижается концентрация газообразных веществ при понижении давления, то этот фактор мы тоже учитываем. Правильный вариант ответа это 2, 4, 5. Следующее задание. Из предложенного перечня выберите два внешних воздействия, которые не влияют на скорость реакции цинка с соляной кислотой. Реакция записана ниже. Факторы это изменение концентрации кислоты, изменение температуры, изменение концентрации водорода, изменение давления в системе и изменение площади поверхности соприкосновения реагентов. Продолжение следует. Вижу, что все активно работают. Эти ответы у всех правильные. То есть это ответ 3 и 4. Изменение концентрации водорода и изменение давления в системе. Переходим к следующему заданию. Каким образом можно увеличить скорость растворения алюминия в щелочи? Реакция представлена ниже. И варианты ответов. Разбавить щелочь, измельчить алюминий, увеличить давление над раствором, увеличить значение pH раствора или охладить раствор. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ребята, кто работают, смотрю, ответы верные. Да, действительно, измельчение алюминия у нас приведет к увеличению площади соприкосновения и повышению скорости химической реакции. Это ответ 2. И ответ 4. Увеличение pH раствора у нас приведет к увеличению концентрации гидроксид ионов и скорость реакции у нас увеличится. Следующее задание. Какие факторы не влияют на скорость растворения твердого карбоната кальция в соляной кислоте? Реакция представлена ниже. А факторы – это степень измельчения карбоната кальция, концентрации кислоты, температура, форма реакционного сосуда и давление над раствором. Продолжение следует. Продолжение следует. Проверяем ответы. Какие же факторы не влияют на скорость растворения твердого карбоната кальция в соляной кислоте? Это ответ 4 и 5. Все ответили правильно. Поскольку реакция гетерогенная, протекает между твердым карбонатом кальция и раствором соляной кислоты, то на нее скорость не будут влиять форма реакционного сосуда и давление над раствором. Следующее задание. Из предложенного перечня выберите все способы, чтобы увеличить скорость обжига десульфита железа двухвалентного, которого еще называют перит. Уравнение представлено на слайде ниже. Факторы – это увеличение концентрации кислорода, увеличение объема реактора, использование охлаждения, измельчение перита и добавление в систему продукта обжига. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У нас 5 человек активно так работают. Молодцы. Действительно, перетвердое вещество у нас, измельчение которого приведет к росту скорости реакции и увеличение концентрации кислорода также приведет к росту скорости реакции. То есть ответ у нас 1,4. Переходим к следующему заданию. Из предложенного перечня выберите все пары веществ, у каждой из которых скорость реакции не зависит от увеличения площади поверхности соприкосновения реагента. Первая пара – это азот и кислород. Вторая пара – фосфор и кислород. Третья пара – раствор гидроксида аммонии и соляная кислота. Четвертая пара – серо и водород. И последняя – магний и азотная кислота. Продолжение следует... 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 Это у нас реакция. Взаимодействие между газообразными веществами образуется газ. Для указанных агрегатных состояний, увеличение объема эрекционного сосуда и уменьшение давления в нем способствует уменьшению скорости реакции. Поэтому ответ 2,5. Следующее наше с вами задание. Из предложенного перечня выберите все пары веществ, у каждой из которых скорость реакции не зависит от увеличения площади поверхности соприкосновения реагентов. Первая пара – это углерод и железо. Вторая пара – кремний и кислород. Третья – водород и фтор. Четвертая – натрий и соляная кислота. Пятая пара – метан и кислород. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Те, кто отвечал, ответили правильно. То есть у нас скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ, от увеличения площади поверхности соприкосновения. Не зависит скорость гомогенных реакций, газ, газ, жидкость, газ. Поэтому водород и фтор, метан и кислород. Ответы 3,5. Следующее задание. Из предложенного перечня выберите все пары вещества, у каждой из которых скорость реакции не зависит от изменения давления. Первая пара – оксид углерода двухвалентного и кислород, железо и сера, калий и хлор, азот и водород, серная кислота и раствор щелочи. Продолжение следует... Проверяем правильность ответов. Это у нас пара 2,5 для указанных агрегатных состояний реагентов при увеличении температуры и концентрации реагентов скорость реакции увеличивается. Давление не будет влиять на скорость реакции между жидкими и твердыми веществами. Переходим к следующему заданию. Из предложенного перечня внешних воздействий вы выберите все воздействия, которые приводят к увеличению скорости реакции между твердым фосфором и газообразным кислородом. Первое – это добавление фосфора. Второе – повышение концентрации кислорода. Третье – повышение концентрации оксида фосфора пятивалентного. Четвертое – уменьшение объема взятого кислорода. И пятое – повышение температуры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ответ 2,5 Приходим к следующему заданию. Из предложенного перечня внешних воздействий выберите все воздействия, которые не влияют на скорость реакции между магнием и раствором медного купороса. Первое – это изменение концентрации соли, изменение температуры. Третье – изменение объема реакционного сосуда. Четвертое – изменение площади поверхности соприкосновения реагентов. Пятое – изменение давления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проверяем правильность ответа данного задания. Это ответ 3,5. То есть скорость химической реакции зависит от природы реагирующих веществ. То есть изменение объема и давления не влияет на скорость химической реакции между твердым веществом и раствором. Следующее задание. Из предложенного перечня выберите все способы увеличить скорость реакции гидролиза сахароза. Первое – это нагревание. Второе – разбавление раствора. Третье – добавление кислоты. Четвертое – добавление глюкозы. И пятое – это увеличение давления над раствором. Третье – добавление раствор. Третье – добавление. Третье – добавление кислот 데� Р الفерингу. Третье – wee. Третье – добавление кислоты. Третье – добавление на цепочку. Продолжение следует... Мы все, кто работает, ответили, поэтому давайте смотреть правильный ответ. Из предложенного перечня подходит нагревание и добавление кислоты. Скорость реакции зависит исключительно от концентрации сахароза. Увеличение скорости способствует повышению температуры. Использование катализатора в данном случае это может являться кислота. Измельчение реагентов, если есть твердое вещество. Ответ 1,3. Следующее наше с вами задание. Из предложенного перечня выберите все реакции, увеличение скорости протекания которых происходит благодаря повышению концентрации азота. Все, кто участвует в решении заданий, все правильно ответили, потому что концентрация азота способствует увеличению температуры. Увеличение скорости реакции только 1,3, где у нас азот находится в исходных веществах. В остальных реакциях у нас находится в продуктах реакции. Поэтому ответы в данном задании это 1,3. Переходим с вами к следующему заданию. Из предложенного перечня внешних воздействий выбрать все воздействия, которые приведут к увеличению скорости реакции между железом и серой. Эти воздействия повышение давления, измельчение серы и железа, охлаждение эрекционной смеси, добавление серы, повышение температуры. Все, кто отвечал, ответы правильные. Да, это измельчение серы и железа и повышение температуры. Следующее наше задание. Из предложенного списка химических реакций выберите все скорости которых увеличивается при повышении давления. Спасибо. 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 Спасибо.